МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коснуться к высоким технологиям можно в библиотеке Бригантина. Сначала мы выделяем его, а потом на главную и на жирность. Пока не уверена, на жидкокристаллической бумаге выводят буквы Галина Курлукова. До статуса опытного юзера еще далеко, но первые успехи в освоении компьютера уже есть. Кулинарные книги теперь пылятся на полке. Рецепты хозяйка ищет в интернете. Всю жизнь Галина обходилась без монитора и мышки, а вот на пенсии без современных технологий ей стало неуютно. Сейчас уже другая жизнь, другое время, другое поколение. И, соответственно, нам нужно идти в ногу со временем. Ну да, мы пенсионеры, но мы все равно стараемся не отстать от наших детей и внуков. Библиотека «Бригантина» воспитала не один десяток компьютерных пользователей в возрасте 50+. Первые уроки высоких технологий прошли здесь несколько лет назад. С тех пор компьютерные столы редко пустуют. Места выпускников занимают пенсионеры-первоклассники. У них есть и внуки, есть и дети, которые могут их научить, но они приходят сюда. Почему? Потому что у детей и внуков не хватает терпения. Шестилетнему внуку Вячеслава Гнездилова пока не хватает компетентности, чтобы стать для дедушки наставником. Поэтому раз в неделю пенсионер садится за парту класса компьютерной грамотности. Здесь он новенький. Гуляет по интернету только два месяца. Ну, я уже научился открывать интересующиеся вопросы. Не читать газету, бежать за ней в киоск. А так открыл компьютер, прочитал. Ну, игры иногда с внуком играют. Тоже интересно. У нас такого не было. Сделать из пенсионеров программистов в Бригандине не обещают. Но в два клика отправлять электронное письмо научат. Выпускники компьютерных курсов листают страницы браузера, как открытую книгу, и печатают заметки в текстовых редакторах. Записаться к врачу и оплатить счета, не выходя из дома, для них тоже не проблема. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.